Это отчетное занятие. Есть несколько правил, которые нам говорят о том, что делать и в каком направлении двигаться. Мы считаем, что нет правил вообще никаких, куда и как двигаться. Нужно изучать публикации, неважно какого они года. Но если они подходят по теме просто в хаотичном порядке, то так или иначе вы выйдете на все публикации актуальные, которые есть по этой теме. Потому что у вас будет больше, более глубокое понимание и проблемы тематики, методов, применяемых здесь для решения тех или иных задач. Всем ли вы довольны, будете сопоставлять адекватно и понимать, какие в итоге искать ключевые слова и находить. Есть продолжение этой темы или какой-то итог подведенный, или уже предпосылки для разработки чего-то, или разработанные какие-то даже доказательные научные объекты. Это и будет понятно. Но тем, в общем-то, интереснее начинать с любого места, потому что вам встретятся интересные статьи и очень серьезные. К более ранних периодах, где можно будет узнать историю вопроса, достаточно быстро погружаясь, потому что основная часть этих статей будет обзорные статьи, которые включают большое количество источников. И тем самым будет возможность сформировать у себя в голове определенное информационное пространство, касаемо области изучения временной данной проблемы. И потом, используя эти источники, соответственно, их дате фактического происхождения, можно будет анализировать, как менялись тенденции изучения этой проблемы. Когда появились золотые стандарты, как в нашей тематике, например. И что предлагаем мы, и почему весь мир пользуется одним, а мы с другим делаем что-то другое. Потому что, так или иначе, и появление Академии, и вот это наше научное направление, оно связано с тем, что у нас есть очень интересные предметы исследования и объекты исследования растительного происхождения, доступные отечественному производству, и различные комплексы растительные по оригинальной рецептуре, которые нам хотелось бы исследовать теми методами, которые не применяют на сегодня в мировой науке. И так далее, в общем. И все. Значит, мы читаем с любого места. Первично было определено несколько тем, которые мы могли бы написать. И было проведено подготовка. Этап подготовки включил следующее. Мы создали все аккаунты в e-library. Мы сделали R-seed автору. И мы зарегистрировали его в ResearchGate. Поскольку у нас до этого уже была спланирована публикация тезисов с этим автором. Поэтому давайте мы-ка себе поставим галочку вот в этом файле 1. То есть, был первый тезис конференции. Как и презентация, естественно. Все. По-моему, все. Что принесло два DOE. Когда все показатели были подключены, нам удалось зарегистрироваться в ResearchGate. Потому что у нас есть место исследования. Уже какой-то научный труд, которому можно присвоить такой код. Или он уже был присвоен и регистрировался сам автор. Так или иначе, мы создаем определенные предпосылки тому, что по автору будут видеться исследования. Это минимальный какой-то объем данных, чтобы публиковаться осознанно и иметь вес научный. Развивать своими публикациями. И теперь во всех статьях мы обязательно включаем в раздел дополнительные информации об авторах. Или информации об авторах. Коды и ResearchGate. И RCID, естественно. Чтобы по ним всплывали наши статьи в зарубежных источниках. И, конечно же, спин-код eLibrary. Для того, чтобы отечественная база, которая является единственной на сегодня, она тоже публиковала наши исследования и видела во всех форматах. Мы разобрали части научной публикации. Поскольку все-таки цель научить писать правильно и оформлять именно этот вид статей. А все остальное является сопутствующим. Поскольку только публикация оригинальная, пионерская, по интересной тематике и так далее, со всеми преимуществами, имеет истинный вес и дает какое-то основание для того, чтобы двигаться дальше в научном направлении. Поэтому возможно, что для кого-то из молодых ученых это оказывается пустой тратой времени. По результату они поймут, что им это не нужно было совершенно. Но так или иначе, конечно же, мы берем в команду к себе тех молодых ученых, которые имеют здоровые амбиции, научные в том числе. И поэтому они осознают уже, ну или хотя бы близко знают тему, или тему какую-то мы можем предложить в качестве тестового или пилотного варианта. Потому что на данном этапе, пока они являются ординаторами первого или второго года, или даже студентами, где там интернатуру они проходят, то для них, в общем, будет совершенно все равно. Либо эти публикации переведут к тому, что они останутся, так или иначе, где-то у себя в институте или в другом институте, и напишут диссертацию, что, в общем-то, и хотелось бы. Поэтому наши, конечно, все цели, конечно, это все-таки возможность самостоятельно завершить свою работу с результатом присвоения степени кандидата наук, ну, в общем-то, и так далее. Поэтому мы тренировались в написании, например, темы, что мы можем. Мы решили выбрать такую тему, как причины возникновения рецессии Десны. Вообще каких-либо. Поскольку эта тема была изучена слабо, ну, нами, потому что не было источников вообще, мы до настоящего момента не анализировали это никак. И второе, что как-то нам не встречалось по близким тематикам, когда мы писали до настоящего момента свои научные статьи на тему рецессии Десны, столкнуться с подробным каким-то изложением темы именно идеологических факторов и их веса, влияния на участие в патогенезе. То есть, что конкретно запускает эту рецессию в итоге? Вот проблема, которую мы исследуем. Может быть, миллион факторов. Мы потренировались писать темы и какие-то более конкретные, чтобы понять, про что мы хотим писать. Нужно сгруппировать. Это полезное упражнение, которое берется из маркетинга, когда нам нужно описать какой-то объект. И мы начинаем придумывать ему более дробные признаки. Начинаем общее его какое-то состояние дробить на признаки. В данном случае, в общем состоянии у нас является рецессия Десны. И мы начинаем выбирать, естественно, сегмент этих пациентов. Это перечистка, программисты и так далее. По мере чтения статьи. На самом деле, это и будет наши факторы, как мы поймем потом. Пока молодые ученые обычно этого не понимают. Значит, мы пишем, учимся писать тему статьи, которая на самом деле является целью. Ну и, по сути, основной мыслью перечнем выводов. То, что мы достигаем цель, следовательно, иначе мы перед собой бы ее и не ставили, собственно говоря. Мы изучаем структуру проблемы. И мы обучаемся нескольким полезным навыкам. Пописать различные части, поанализировать. Сразу же, как только мы изучаем статьи. И поэтому в результате, как показано здесь, вот час мы провели. Мы выписали для себя, мы там стреляли из этой пушки и с той. Попробовали все делать на примере конкретной публикации. Первой просто, которую выбрали. Потому что она, так или иначе, выдерживает научные требования международных журналов. Иначе бы мы с ней не сталкивались. Мы не читаем обзорные статьи, которые приведены в публичных журналах. То есть, например, это журнал «Дентал пресс». И специально указывается, что может быть журнал научный, первичный. Еще есть какой-то пресс отраслевой, который включает в себя более вольные трактования. И требования к оформлению там тоже, в общем, значительно упрощены. О чем говорит, что сомнительная весьма научность этих статей. Поэтому мы их не используем ни в источнике. Хотя у них в источниках можно порой найти что-то интересное. И это мы тоже отрабатываем. Мы изучаем, что такое источники. Мы понимаем структуру, как их писать. Почему они вообще нужны. Это самый, в принципе, запарный этап написания статьи. Это подстановка источников в конце. Если они куда-то перемещаются. Или оказываются дубли. Или их надо редактировать. Потому что это взаимосвязано с разделом актуальности. Или вот этого обзора первичного. Где описываются проблемы, постановка цели. Причины постановки. Потом степень изученности. Наш, собственно, научный интерес. То, что мы уже именем опубликован на эту тему. И, по сути, каждое предложение выбирается не просто от того, что мы что-то хотели там написать. А оно раскрывает определенную часть и структуры статьи. Поскольку статья имеет очень четкую и конкретную структуру. Как минимум. Которую мы можем расширять чаще, как мы и делаем. За счет контента и степени исследования. Ну, в общем, об этом мы поговорим немножко попозже. Когда мы начнем все показывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...